что друзья сегодня я хотела поговорить как быть стильным начиная от одежды до своей квартиры при этом что делать если у тебя нету денег почему быть стильным и улучшить качество своей жизни вовсе не означает иметь много денег быть богатым и постоянно что-то покупать очень часто стиль связывают с понятием богатства достатка денег и мне это на самом деле немного противно от этого потому что я всю свою жизнь не обладая каким-то большими колоссальными финансами исходила из принципов которые вот я сегодня записала и вам расскажу принципов того что можно окружить себя вещами качественными можно окружить себя и одеждой и какими-то аксессуарами для дома и вообще просто построить свой интерьер и жизнь на том что ты выбираешь лучшее и руководствуешься только тем что что нужно тебе вычленяя все ненужное и всю мишуру которая на нас сейчас так много сыпется потому что при таком огромном наличии вообще выбора каких-то предложений рекламных кампаний очень сложно оставаться стильными как бы это парадоксально не звучало потому что вот раньше ну что не хватало нам например 20 лет назад для того чтобы быть стильными ну очередной например блузки какой-то кофточки или очередного серванта в квартиру мне кажется сейчас чтобы быть стильными нужно научиться вычленять нужно научиться говорить нет всем тем нелепым порой предложениям которые поступают на нас поэтому вот сегодня поболтаем о том как быть стильными от одежды до квартиры при этом что делать если у вас нету колоссального бюджета как быть стильным без денег сейчас скажу что да мне очень нравится стиль минималистичные и все советы все мои мысли которые собрала здесь это ни в коем случае не призыв какой-то менять кардинально вашу жизнь если вам не подходят эти советы то просто то ну с чем живу я с чем мне жить легче и поэтому я решила просто поделиться с вами ни в коем случае не думайте что я навязываем свою точку зрения в любом случае надеюсь что какие-то интересные вещи вы из видео почерпнете первый пункт который я поняла еще наверное лет семь назад точно это то что покупает не всегда значит улучшать и это распространяется как на ваш дом на интерьер так и на вашу одежду на аксессуары на макияж вообще на все что угодно даже какой-то классный интерьер можно испортить перегрузив его какими-то деталями самый освежающий макияж можно просто угробить какой-то неоновой помадой и вообще у меня в голове отложился такой пример с детства что знаете когда была какая-то мода на сувениры на какие-то статуэтки все это хранилось в сервантах вставилась на какие-то поверхности и знаете создавалось ощущение такой захламленности и такого какого-то разноброса что вот стоило лишь избавиться от этого мелкого ненужного барахла и все интерьер стал лучше также я сейчас руководствуюсь в своем доме принципом того что не нужно скупать все и не нужно думать что если вы купите какой-то плед из полиэстера то он сможет просто замаскировать ненужные вещи которые скопились у вас в квартире поэтому стиль моей жизни сейчас состоит в том что прежде чем что-то купить я конечно же пытаюсь как-то улучшить обстановку разобрать например свой шкаф перемерить заново вещи подобрать какие-то новые сочетания прежде чем купить потому что иногда вы обладаете даже лучшим того не знаю не найдя еще того сочетания например с вашей юбкой или например с вашими какими-то ботинками и лучшее у вас уже находится в шкафу и опять же лучшие какие-то интересные вещи у вас уже находятся в интерьере просто например стоит переставить этот стул в другое место или стоит убрать эту лишнюю картину которая загружает стену в общем принцип минимализма и покупать меньше и выбирать тщательнее на самом деле еще здорово бюджет экономит следующий мой принцип который помогает мне оставаться стильные вообще в любой сфере это то что я свое уважение и свою благодарность вещам будь то вещи предметы или одежда я не квалифицирую в зависимости от их стоимости то есть ручка за 3 евро будет также для меня цена например как сумка за 3000 евро потому что я буду знать что я это выбрала я выбрала это тщательно то есть в этом пункте я я бы большое внимание уделила то как вы воспитываете свой вкус то есть я например знаю что я очень тщательно выбираю вещи просто я могу потратить много времени просто размышляя над тем нужна мне эта вещь или нет конечно я не буду прямо вот исключительно концентрироваться на этой мысли ничем не заниматься но тем не менее вот я например стою мою посуду шляю вот действительно ли мне эта вещь нужна и знаете такой тщательный выбор потом вознаграждается мне тем что я вещь приобретенную действительно ценю и я уважаю свой выбор я ценю как бы свой вкус и тем самым вещь пусть даже самая дешевая но выбранная мной выбранная так что она мне нравится она будет служить мне она будет поднимать мне настроение соответственно я буду они и заботятся потому что например у меня в моем шкафчике для расчесок всяких шпилек у меня нету трех даже резинок для волос представляете но с учетом моих волос они у меня достаточно длинные для поясницы может показаться странным что у меня всего две резинки для волос но тем не менее вот они любимые они выбраны тщательно я знаю что поскольку у меня не 10 тысяч этих резинок я буду эти две резинки ценить и они у меня никуда-то не заваляются они у меня не будут грязными потому что я буду мыть знаю что это всего лишь две резинки и за ними нужно ухаживать поэтому вот ограничивать свой выбор очень тщательно выбирать потом чтобы не жалеть о своем выборе и не думать знаете ходя мимо какой-нибудь шторы непонятного цвета вообще зачем вы ее купили вроде вы поспешили и в общем потом происходят какие-то муки совести я знаю что например очень свойственно для весов у меня она весы и она поэтому очень мучается например когда что-то купила но это не особо и нравится до конца и вот в общем возникают такие небольшие угрызения совести которые можно в начальном этапе просто пресекать очень тщательно выбирая взвешивая свои решения вообще нужно вам это купить или нет сейчас будет пункт который немного отзеркален от того как быть стильным пункт состоит в том что нужно меньше тратить чтобы найти свой стиль и нужно найти свой стиль чтобы меньше тратить немного странно звучит но вот расскажу просто на своем примере раньше я была подвержена шапоголизму просто я знаете я успокаивалась покупками даже я эти покупки вообще не использовала то есть просто был приятен принцип то что деньги потрачены то что я сходила по магазинам я вроде как-то развлеклась померяв эти вещи я их даже не носила а если я пыталась что-то на себя надеть думаю что вещь же куплен нужно же куда-то хоть в ней сходить тем самым знаете свое угрызение совести хоть как-то успокоить я надевала например какую-то юбку разляпистую цветочек вроде как окружающие говорили что мне идет это но я чувствовала себя не в своей тарелке я прямо бесилась меня все раздражало я хотел эту юбку быстрее себя снять и получался такой замкнутый круг то есть ты покупаешь какую-то вещь она ну объективно красивая это не твой стиль это не то что нравится тебе и не то что тебе идет то есть это ты просто совершил покупку импульсивную и она у тебя лежит мертвым грузом что происходит когда вы находите свой стиль например когда я нашла свой стиль раньше даже ну год назад у меня были такие какие-то качели то в ту сторону в эту то я подвергалась каким-то тенденциям то вроде да тоже хотелось такие разноцветные платья вот что-то по бартеру там что мне предлагали я без раздумия соглашалась но я поняла что опять же я это не ношу и мне это не идет сейчас я вот верна себе и сейчас мой стиль в одежде абсолютно минималистичный монохромные с простым лаконичным фасоном я бы сказала даже мускулинный и мне это очень нравится это действительно мое это в то в чем я чувствую себя комфортно удобной и тем не менее люди в комментариях но пишут мне достаточно часто мария хотелось бы вас видеть более ярких одеждах наденьте же наконец-то платье вам же не 40 лет что вы ходите как какой-то мужчина вообще где у вас яркие цвета почему так скучно уныло и так далее но я понимаю что все люди разные и конечно не пытаюсь там всем угодить просто скажу друзья я нашла свой стиль и мне в этом комфортно я ни в коем случае не хочу переступать через себя и угождать кому-то или вестись на тенденции просто знаю что это красиво смотрится я могу посмотреть на какую-то рекламную компанию какого-то бренда порадоваться за людей что вот кто-то это купит и кому-то действительно подойдет но это буду не я потому что у меня свой стиль есть и он ограждает меня от каких-то ненужных покупок вот знаете ограничивая себя и не разрешая уходить от своего стиля ну конечно в рамках разумного потому что экспериментировать нужно и тем более если у вас душа желает найти какие-то новые вещевые решения какие-то стилитические приемы вообще менять стиль пожалуйста делайте я ни в коем случае не говорю что вот вы должны быть законсервированными один стиль и все я просто рассказываю что вот если у вас есть какой-то стиль ну и вам в нем комфортно и вам прям не хочется его менять то он самом деле это просто значительно упрощает жизнь потому что например в моем случае я ориентируюсь на вещи простые лаконичные как я говорила и я знаю что мне не нужно покупать в магазинах особенно в секонд-хендах потому что именно там я чаще всего одеваюсь просто обожаю парижские секонд-хенды точки зрения экологии с точки зрения экономии это очень здорово поэтому вот я просто иду в этот секонд-хенд и знаю что например какой-то пиджак жакет мужского покроя будет на мне сидеть идеально и например я не трачу свое время копаясь каком-нибудь отделе платьюшек в цветочек потому что я знаю что это не мое то же самое касается и денег я на это никогда не потрачусь то же самое касается минимализма и я никогда не теперь не вклиню в свой шкаф свой гардероб что-то инородное поэтому знаете найти свой стиль и конечно же быть в этом стиле в гармонии с собой и чувствовать себя хорошо это но это очень здорово и то же самое это касается и стиля дома потому что например я нашла свой стиль дома также он у нас минималистичный то есть это такое знаете разумный минимализм я бы сказала то есть он не такой ярый у нас так или иначе есть какие-то яркие цветовые пятна например французский диван канапе цвета бордо и например мои картины также присутствует синий кляйновский цвет но тем не менее я просто предпочитаю белые стены на примере посуды белой она смотрится всегда очень изысканно дорого очень просто и за счет этой простоты белизны и и очень вообще легко между собой компоновать то есть вы например можете даже не покупать какой-то целый комплект разом который стоит ну чаще всего не очень-то дешево просто купить несколько тарелок несколько чашек например красивых и потом таким же белым цветом фарфоровым например дополнять ваш сервиз например я не куплю себе какую-то цветную кружку просто потому что вот она мне понравилась сию секундное я хочу ее себе приобрести потому что я знаю что она будет смотреться ну каким-то ярким пятном который мне в принципе ну не нравится как смотрится мне хочется например чтобы все было едино закончено лаконично опять же вот это стиль минималиста конечно же есть другие варианты сервиза вообще как можно посуду собирать но тем не менее я ищу единство и гармонии поэтому вот я себя знаете такими вот ограждениями какими-то такой дисциплина я бы сказала я себя тренирую во первых к тому чтобы быть верной своему вкусу для кого-то быть может это просто покажется но несколько чересчур знаете такая вот дисциплина но вот сдерживая себя я потом испытываю такое удовольствие и удовлетворение от того что я смогла сказать нет какой-то разляпистой чашки которая будет адекватно лишнее например в нашем доме и что я сохранила вот эту чистоту единство стиля которые так мне действительно эстетически вообще поднимают настроение что ну как показала моя уже практика что я такую дисциплину хочу практиковать и дальше следующий пункт он очень тесно связан с чистотой порядком а также с фасоном и вообще с простым лаконичным дизайном неважно предмета мебели предмет интерьера либо ваших вещей я поняла что предметы либо вещь с простым лаконичным дизайном их скорее легче будет поддерживать в чистоте и в порядке ну например простой какой-то жакет лаконичные из например серой дорогой хорошей ткани серая дорогая хорошая ткань может найдены в секонд-хенде по секрету вам скажу в общем его содержать в чистоте будет в разы легче чем например тот же жакет но усеян и какими-то пайетками сложными вышивками каким-то внедрением нескольких материалов потому что но это будет сложная вещь и будет достаточно также не просто например внедрить ваши образы сейчас не про сочетаемость вещей а именно про то как за ними ухаживать поэтому вот вещи лаконичные те же например ботинки это просто из обычной кожи простые в своем дизайне или же например маникюр как я сейчас маникюр я всю жизнь маникюр делала сама что простой дизайн какое-то не обилие цветов каких-то декоративных элементов значительно упрощает мою жизнь потому что в чем состоит маникюр это то что нужно просто ногти быстро обработать и нанести какой-то прозрачный интересный лак то вот у меня сегодня праздник я бордовым цветом ногти накрасила и что я хочу сказать то что вещи даже самые дорогие ну которые будут например в окружении грязном каком-то не подобающим им будут просто автоматически обесцениваться они будут просто терять свою дороговизну например кольцо суперская какой-нибудь из самой лучшей платины обрамленные бриллиантами будет вообще просто смотреться как какой-то кусок проволоки если у вас будет например какой-то ободранный маникюр или например какой-нибудь красивый индийский ковер из шерсти будет просто превращаться в какую-то тряпку если на нем будут постоянно присутствовать крошки или какой-то мусор в общем все что вы не держите в порядке пусть даже это стоит очень дорого она теряет свою ценность и смысл покупать дорогие красивые вещи если ну просто адекватно вы не можете задержать их в порядке то же самое касается вообще в принципе квартиры и вещей просто я стараюсь поддерживать чистоту вообще не важно где я живу потому что я достаточно долгое время получается сколько семь лет своей жизни я жила в общежитии когда я училась в новосибирске то есть пять лет я училась на специалитете на литературоведы и два года я еще в новосибирске заканчивала магистратуру истории искусств и даже если я жила в общежитии я всегда окружала себя чистотой просто мне было нисколько вот не трудно где-то убрать подмести помыть потому что я знала что неважно вообще где я живу и сколько стоит это жилье но чистота и порядок это просто прежде всего потому что даже самые дешевые вещи но качественные но например в должном состоянии приобретают свою ценность приобретают свой стиль и дороговизну если они просто помещены в чистое опрятное помещение научитесь быть гибкими и открытыми я знаю много людей которые тратят просто баснословные деньги в масс-маркетах на вещи так себе качество и которые на моем предложении что можно пойти опять же в секонд-хенд покопаться на каких-то барахолках и там найти какие-то потрясающие вещи действительно просто в единичном экземпляре не говорят фу это ужасно но я конечно понимаю у всех разные принципы и у всех своей морали конечно я не пытаюсь кого-то там прям перри переубедить это просто нужно уметь находить хорошие вещи например самые свои удачные самые стильные покупки такие как шерстяное пальто лондонское в котором я уже хожу на то что не мне не меньше 10 лет сумка прада кожа тоже в секонд-хенде в общем перечисляйте могу так бесконечно если вы думаете что все эти вещи были найдены в париже и что не у всех есть возможность ездить на шопинг в секонд-хенд и в париже то друзья вам скажу что они все эти вещи перечислены и были найдены в абакане абакан это это сибирь в общем искать можно и находить тоже можно также вещи для дома я очень люблю находить на барахолках мне очень нравится читать и листать книги по искусству тем самым обогащать свой дом какими-то работами потому что рисовать это проще чем вы думаете и вы можете просто всегда облагородить свой интерьер какой-то картиной которая может быть выполнена например вашим ребенком или вам в вами потому что сейчас тенденции например в стиле интерьеров они такие что рисую не хочу там минимализм абстракция простота и мне очень нравится как раз выбирать в себя какие-то идеи других интерьеров потому что будет быть гибким это как раз означает то что ты смотришь на других ты впитываешь все хорошее что тебе нравится стоит с визуальной точки зрения я например очень нравится рассматривать как одеваются другие люди стиль которых мне импонирует поэтому я просто сейчас стала пропадать в пинтересте ну как пропадать просто я там ищу свое вдохновение поэтому я там мария дробушевская буду вам рада у меня там куча идей и например вот первый раз в жизни когда я себя поймала на мысль о том что я рассматриваю как одет человек какой у него принцип вообще составление гардероба это был архитектор итальянский у меня была стажировка в баллоне и вот приехали в архитектурное пространство и нам небольшую такую экскурсию проводил очень стильно одетый архитектор просто он был настолько стильно одетым что я просто не могла оторвать свой взгляд до сих пор помню вот как он просто лаконично и насколько стильно это смотрелось вообще все что он на себя надел тогда жалею что я все-таки не сфотографировала поэтому никогда не надоест смотреть на действительно стильных людей смотреть какие-то книги по искусству то есть развивать свой визуал насмотренность чтобы она откладывалась на мою память и я это все в своей жизни также применяла и дома и в своем гардеробе стиль для меня неважно это одежда или дом это прежде всего вычленение чего-то эссенциального чего-то важного главного то что я хочу в своей жизни оставить потому что у нас сейчас такое разнообразие вообще во всех сферах не научитесь уважать свой вкус свой выбор потому что ну согласитесь зачем окружать себя какими-то стилистически или эстетически слабыми вещами когда можно ценить и уважать свой выбор уважать то чем ты себя окружаешь оставаться стильными даже порой не имея больших денег что друзья я буду очень рада вашим мыслям в комментариях если вы не подписаны на канал то я вам тоже буду очень рада потому что здесь мы славно беседы и вас крепко обнимаю совсем скоро увидимся